Здравствуйте! В нашей студии очередной гость Алмаз Исмагилов, заместитель начальника Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. И поговорим мы на очень актуальную сейчас тему. Расставил снег, и эта проблема стала уж слишком очевидной. Доброе утро! Здравствуйте, Эмпир. Алмаз Ирикович, сколько несанкционированных свалок выявлено в этом году и сколько ликвидировано? Да, с 1 апреля традиционно в нашей республике стартовал двухмесячник по санитарной очистке территорий городов. из сельских поселений нашей республики, в рамках которого ежедневно инспекторами нашего министерства проводятся рейдовые мероприятия по выявлению мест несанкционированного размещения отходов. Конечно же, привлечению виновных лиц к ответственности и, конечно, работа над устранением выявленных нарушений. С начала двухмесячника по республике у нас уже выявлено более 200 мест несанкционированного размещения отходов, более половины, 165 из них уже ликвидированы. А скажите, пожалуйста, если вот улик, так называемых, на свалке не обнаружено, как можно выйти на след, так сказать, организатора этих свалок? Чтобы привлечь его к ответственности? Да, при выявлении мест несанкционированного размещения отходов в свалок, да, инспекторами нашего министерства обязательно проводятся мероприятия по морфологическому изучению отходов. Нередко куча мусора выявляются документы или какие-либо иные вещи, которые указывают на происхождение данных отходов, откуда они вывезены. А если нарушителю не удалось поймать за руку, да, кто несет ответственность за то, что этот свалок образовался? Если нарушителю не удалось поймать за руку, и, конечно же, несет ответственность балансодержатель или собственник территории, где мы выявили нарушение. Так, понятно, хорошо. А что делать, если вот вы стали свидетелем вот такого природоохранного нарушения? Да, общественные и экологические приемные существуют у нас в министерстве. Так. Туда входят несколько телефонных и интернет-каналов, по которым каждый гражданин в удобной для себя форме может обратиться в наше министерство. Это телефон горячей линии, интернет-приемные, дополнительные каналы WhatsApp, Telegram. Каждый народный контроль и приложение ЭКО-патроль. Каждый гражданин может обратиться в наше министерство с сообщением о нарушениях предохранного законодательства. А как работает эта экологическая приемная? Что они принимают заявку и выезжают? Принимают заявки и направляют под ведомственницей к каждому территориальному управлению. У нас в министерстве 8 территориальных управлений, у каждого своя территория. Но вот есть еще такая проблема, как несвоевременный вывоз мусора с территории. Часто жители жалуются, что баки заполнены. Что в этой ситуации делать? Да, такая проблема существует и она особенно проявляется с началом весны. При таянии снега все мы наблюдаем, контейнерные площадки и прилегающие территории захламлены. Это связано с тем, может быть, даже несвоевременным вывозом отходов. И связано с тем, что, например, у нас есть такие места в частном секторе, город Казань имею в виду, где производится ежедневный вывоз отходов с контейнерных площадок. Но тем не менее, после того, как вывезли, через уже 2-3 часа контейнер заполнен. Ну, потому что, наверное, весна пришла, тем более люди, живущие в своем доме. Это тоже причина, но есть еще такие моменты. Эти бункерные площадки принадлежат населению, местному населению. Они должны складировать там свои отходы. Но имеются факты привозного. То есть на газелях привозят мусор на эти бункерные площадки, она заполняется и, соответственно, происходит захламление прилегающей территории. Но в этом случае все же кто несет ответственность? В этом случае, если мы выявляем, что любой транспортный средств, который привезли и рядом складировать мусор, собственники должных транспортных средств или перевозчики, конечно, за срыв графика несут ответственность. Но совет нашим телезрителям, все же, если действительно вот такая ситуация происходит, значит, все же обращаться нужно именно в экологическую приемную, да, как вы сказали? Да, обязательно в экологическую приемную. Каждое обращение у нас будет рассмотрено и дан официальный ответ. В любом случае, экологическая обстановка в нашей республике, в наших же руках, это и благодаря вашей службе, конечно. Да, конечно же. Каждый, кто мимо урны бросает что-то со словами, ну ладно, один раз, и вот таких один раз может накопиться, на самом деле, очень много. Поэтому лучше всего, лучше всего, мне особенно нравится у министерства вот эти вот рекламы, где написан пустая банка, направляющая подкинь до урны, знаете, вот эти вот, да, голосующие без подсказки. Алмаз Иракович, спасибо вам огромное, что пришли к нам, ответили на наши вопросы, и до новых встреч в нашей программе. Спасибо вам.